Современная концепция универса сформировалась в 20 веке. В её истоках лежала модель стационарной Вселенной, построенной на базе общей теории относительности. В этой теории предсказано существование гравитационных волн, за обнаружение которых в 2017 году получена Нобелевская премия, Кептор и другие. К первому этапу развития этой концепции могут быть отнесены работы Фридмана в 20-х годах, положившие начало теории расширяющей Вселенной. Нестационарность Вселенной была косвенно подтверждена Хабблом в 2029 году, открывшим зависимость красного смещения спектра галактик от расстояния до них, что было интерпретировано как разбегание галактик. В 1948 году Георгий Гамов предложил теорию Большого взрыва, предсказанное существование фонового, микроволнового или реликтового излучения, и дана оценка его современной температуры. Излучение, примерно 3 градуса Кервина, было экспериментально обнаружено в 1965 году Пензиасом Бильсоном, и подтверждало теорию Большого взрыва. В 90-е годы Майзер на более высоком экспериментальном уровне научно обосновал теорию Большого взрыва. Третьим этапом развития концепции универса можно считать теорию инфекционной Вселенной, предложенную Гутом в 1980 году, и развитую в разных аспектах Линды, Старобинским и другими. Косвенное подтверждение этой модели – обнаружение анизотерапии реликтового фона. Смутан, современное изложение инфекционной модели универса дано в работах Горбунова-Рубакова. Исток идеи мультиверса – это дискуссия Бора и Эйнштейна о природе реальности. Свою позицию Бор и его сторонники сформулировали в 1927 году. Она получила название «Копенгагенская интерпретация». Эта интерпретация хорошо структурирована на разных уровнях научного познания. На уровне философии и науки – принцип дополнительности Бора. На уровне конкретной физики – соотношение неопределенности Гейзенберга. На уровне математической физики – статистическая интерпретация пси-функции Макса Борна. Важное понятие – коллапс волновой функции – ввел фон Нейман. Ее суть – детерминизм старого типа изжил в себя. Фундаментальные закономерности существования физической реальности носят вероятностный характер и выражаются вероятностными законами. Эйнштейн и ряд других физиков – Дебройль, Шрюдингер, позднее Дэвид Бом – отстаивали точку зрения классического детерминизма. Бог не играет в кости. В 1957 году в дискуссии о природе реальности вмешался ученик Уиллера Верет. Он предложил формулировку квантовой механики через соотнесенные состояния, которые Бор отнесся резко отрицательно, и она была забыта до 1973 года, когда Дэвид воспроизвел ее под названием многомировой интерпретации, квантовой теории, под которой она стала широко известной. Ее суть – каждому исходу, состоянию, описываемому псифункцией соответствует свой универс – мир, вселенная, реальности. Здесь показана формула. Если в Копенгагенской интерпретации псифункция описывает микрообъект, то в Вавилетовской интерпретации каждое возможное состояние псифункции, конкретное – псиита, описывает соответствующий универс. Поскольку таких состояний много, отсюда следует многомировая интерпретация физической реальности. Дальнейшее развитие идеи многомировой интерпретации связано с книгой Дэвида Дойча «Производство реальности. Наука о параллельных вселенных и ее импликации». На этом втором этапе идея мультиверса приобрела общий научный статус. К ее развитию подключили специалисты в области квантовой теории информации, космологии и другие. Под мультиверсом стали понимать метавселенную. Третий этап. Подключились к развитию этой идеи специалисты в области философии, науки, антологии, теории познания. В частности, известный наторфилософ, математик, физик, теоретик Тегмарк предложил сертификацию уровней мультиверса. Уровень 1. Все то, что находится за нашим космическим горизонтом. Уровень 2. Другие постинфляционные домены. Уровень 3. Квантовое множество вселенных. Уровень 4. Другие математические непротиворечивые структуры, как порождающие матрицы других антологий. Усилия некоторых русскоязычных авторов были направлены на выяснение статуса наблюдателя в мультиверсии. Так Семенов рассматривает феномен сознания мультиверсии. Эпштейн, Тульчинский и другие вводят понятие мультивидум, обитающего в многомерии мультиверсии. Понятие мультиверсума объединяет миры, концептуализируемые во всех мыслимых модальностях. Существующие и возможные, случайные и необходимые. В связи с развитием компьютерных технологий концепция многомерия обретает практическую направленность в опытах построения множества виртуальных миров. В своих построениях концепторы опираются на данные социологических опросов. По результатам опроса, проведенном в 80-х годах прошлого века, 72 ведущих физика. Из них 58 отнесли себя к многомерцам. Среди них Фейнман, Хокинг, Гелман и другие. На 17 высказались категорически против, в их числе Уиллер, который в 77-м году отказывался от этой интерпретации, как вводящий бесконечное количество ненаблюдаемых миров в качестве метафизического багажа. И перешел к интерпретации фон Неймана Вигнера. Вот здесь показана иллюстрация, фотография Уиллера. Гипотезу фазиверса, изначально она была задумана как альтернативная концепция мультиверса, мы предложили в книге «Фазиверс». В закладах на днях философии, а также в книге «Русский космизм как проект» в первом томе, имея в виду разные различные уровни познания в концепции мультиверса, мы пытались развивать гипотезу фазиверса также на разных уровнях и в различных аспектах. На уровне теоретической физики мы попытались интерпретировать квадраты комплексных коэффициентов в разложении пси-функции не как вероятности событий, а как меру нечеткости объекта. Итак, мера нечеткости объекта или на языке нечетких множеств степень принадлежности. Квадрат модуля волновой функции не мера вероятности событий, а мера нечеткости квантового объекта. Согласно такому подходу, микрообъекты представляют собой нечеткие сущности, находящиеся в нечетких отношениях, обладают нечеткими свойствами, нечеткостно существуют, а микромир – нечеткую реальность. Для субъектов макромира, наблюдателей с их приборами, реальности нечеткого мира интуитивно непонятно и даже контринтуитивно, как, например, единичный объект, проходящий одновременно в два отверстия в хорошо известном двухщелевом эксперименте. Бестраекторное или все траекторные движения микрообъекта. Вероятности представляет собой перевод, с помощью которого мир нечетких объектов выражается на языке объектов относительно четких. По аналогии с Копенгагенской интерпретацией, на математическом уровне вероятностную или статистическую интерпретацию пси-функции Макса Борна мы заменяем на нечеткостную интерпретацию с использованием теории нечетких множеств за d. На физическом уровне вместо бестраекторного движения Гейзенберга мы рассматриваем все траекторные движения Фейнмана. Каждая возможная траектория играет роль элемента нечеткого множества, а мнимый экспонент от классического действия вдоль этой траектории играет роль меры нечеткости. И на уровне философии природы мы пытаемся модифицировать принцип дополнительности Бора до нечеткой дополнительности в фазе комплементарии. Прецеденты расширения трактовки принципа дополнительности в литературе есть. Таксаскинт рассматривает модификацию принципа дополнительности применительно к информационному парадоксу черных дыр и формулирует принцип Black Hole Complementarity. Буссу рассматривает модификацию принципа дополнительности применительно к мультиверсу. Это позволяет нам формулировать принцип нечеткой дополнительности, иллюстрацией которого могут быть некоторые рисунки эшера. Например, птицы и рыбы, или в оригинальном названии небо и вода 1. На рисунке белая область выступает аналогия реальности, изучаемая классической наукой. Черная область, вакуумный и субвакуумный мир. В иллюстрации принципа нечеткой дополнительности нас интересует прежде всего промежуточная область, иллюстративный аналог квантовой реальности. Квантовую реальность мы рассматриваем как нечеткую. Тогда птицы иллюстрируют нечеткие квантовые объекты. Но мы их видим, а рыбы ушли в фон. Птицы не существуют без фона, который выступает по отношению к ним дополнительным множеством, тенью. Если бы мы захотели увидеть объекты дополнительной реальности тени, создали бы соответствующие приборы, настроили их, увидели бы объекты дополнительной реальности, рыб, допустим. Тогда птицы у нас ушли бы в фон. Одновременно нечеткое множество и дополнение к нечеткому множеству мы видеть не можем. Возможно, это прерогатива фазивидумов, о которых речь пойдет дальше Объективно, нечеткое множество и дополнение к нечеткому множеству Мы, они, существуют как единое множество Но не наблюдается нами в таком качестве Возможно, такое единое множество, множество всех множеств Множество, содержащее все мыслимые и немыслимые объекты И все множество, абсолютно все, универсальное, но не наблюдаемое вообще никем В принципе Принципы дополнительности Можут быть проиллюстрированы в разных предметных областях К примеру, недавно открытую темную энергию Можно гипотетически, разумеется, рассматривать Как космологическую манифестацию Онтологической нечеткости Или другой хорошо известный пример Когда в Солнечной системе Обнаружили бесчисленное множество объектов Третьих такие, которые были Значительно массивнее Плутона А также перемещающиеся по системе Кометы, метеороиды Космическую пыль В гармонии небесных сфер Появилась дисгармония Зазвучала нечеткая музыка Здесь можно еще примеры приводить и приводить Возможно, мы знаем эту нечеткость давно Но каждый из нас живет и знает Такую нечеткость, как размытость В нашем макромира Но задача моего доклада и статьи Научно-философская рефлексия Этого интуитивного подчас обыденного сознания И его обобщения до мировоззренческого уровня Иногда сама природа нам подсказывает Как бы намекает о существовании Онтологической нечеткости Наглядным примером может быть фотография Ласточкиного гнезда в Крыму Три уровня описания в Копенгагенской Нечеткостной интерпретации квантовой теории Вот на этой схеме показано Три уровня Описание Значит, здесь дополнительность Принцип дополнительности Бора Здесь нечеткая дополнительность Принцип нечеткой дополнительности Соотношение неопределенности Бестраекторного движения Гезенберга Ему соответствует интеграл по траекториям Континуальный интеграл все траекторные движения Фейнмана Вероятность бестраекторная интерпретация Псих функций Макс Борн Нечеткость, нечеткие множества за Д Как математическая основа для Нечеткостной интерпретации Псих функций Далее идет схема, иллюстрирующая соотношение основных интерпретаций квантовой теории Основных по Академику Маркову На уровне микрообъекта Если в Копенгагенской интерпретации рассматривается индивидуальный объект Здесь в статистической интерпретации квантовый ансамбль На уровне Вселенной здесь многомировая интерпретация Ее сторонники Верет, Дэвид, ранний Уиллер А что же здесь, спрашивается? Что находится в четвертом квадранте? Как отмечают некоторые авторы, Марков, Пенроуз, Гриб и другие Известны интерпретации дальнейшего продвижения в понимании сути объективной реальности Описанием которой является квантовая теория, не дают Это всего лишь приближение к чему-то лучшему, как написал Пенроуз Своего рода потолком миропонимания выступает представление о том Что объективная реальность существует как бесконечный набор вероятностей В мировоззренческом плане происходит бессмысленное топтание на месте Мы в поиске существенно новых идей, способов понимания реальности Попытались предложить иную нечеткостную интерпретацию психофункции С последующей реконструкцией соответствующей концепции нечеткого мироздания А именно фазиверса Возможно, концепция мироздания фазиверс будет очередным переходным двином Промежуточным этапом, мировоззренческим функтором, выполняющим функции предпонимания исследуемой реальности Или даже строительными лесами будущих теорий и концепций Но для того, чтобы отталкиваться от нее, прийти к более глубокому пониманию и освоению несущего Эти строительные леса надо построить Схема соотношения интерпретации со скрытыми параметрами с нечеткой интерпретацией психофункции Опять, двухуровневое соотнесение На уровне микрообъекта, квантовый ансамбль, нечеткость Здесь скрытые параметры, нечеткость на интерпретации Здесь мультиверс, здесь фазиверс В математической основе мультиверса находится понятие четкого множества и комплексозначной пси-функции Отдельные миры мультиверса это отдельные четкие подмножества В математической основе фазиверса понятие нечеткого множества и нечеткой функции Отдельных миров нет, образно выражаясь, есть тени нечетких множеств и процессы фазификации, дефазификации Для математической формализации фазиверса на первом этапе разработки нечеткого подхода К мирозданию Возьмем за основу известный вид комплексозначной функции Представленной Хорошо ее все видят Однако в этой формуле F1, F2, Fn Обозначают нечеткие подможества Элементы фазиверса А комплексные коэффициенты принадлежности И фазификации К1, К2 и так далее КН Степень принадлежности соответствующей элементу Нечеткого подможества к фазиверсу И меру его осуществленности Фазификации или дефазификации Процесс фазификации и дефазификации Может быть выражен через производные С использованием частных коэффициентов Фазификации и меру принадлежности Мю данного нечеткого элемента к нечеткому подможеству Где мю пробегает значение От нуля до единицы Единицы соответствуют элементу четкого множества Нулю отсутствия элемента В общем виде формулу Нечеткой комплексно-означенной функции Можно записать аналогично Псифункции и назвать фазифункцией Подчеркиваю обозначение, что это нечеткая функция На первом этапе исследования Область функционального пространства В котором создана фазифункция Предполагается тождественной области Псифункции В дальнейшем по всей видимости Нужно стремиться к тому, чтобы Областью определения фазифункции Стала бесконечно мерная кауза хронотопа То есть антологическое единство пространства Времени причинности Однако при этом При таком обобщении Возникают трудности Связанные с математическим формализмом Тем не менее Намечается концепция фазифункции Которая может содержать Меру фазификации Всех возможных И реально сосуществующих миров В этой концепции Постулируется существование Нечеткой фазифункции Независящей от каких бы то ни было наблюдателей И имеющей такой же антологический статус Как у гравитационного И электромагнитного поля Или объективно существующих законов Области определения фазифункции Частных фазифункций Процессов фазификации Дефазификации Как и вопросов Конечности или бесконечности Счетности или несчетности Элементов фазиферса Их соотношений состояний А также процессов И состояний фазиферса в целом Нуждаются в дальнейшей разработке Имеется ввиду Специалистов в области Математической физики Фазиферсии Вместо комплексной суперпозиции Всех альтернативных реальностей Мультиверса Существует одна нечеткая реальность При переходе из одного региона Или модуса существования другой Мера нечеткости Ее степень Виды, роды В общем случае Могут существенно меняться Приблизительно к мирозданию Это означает Что сама эволюция Может быть понята Как изменение меры нечеткости Фазиферса В зависимости от выбранного масштаба В конкретной оптике топоса И метавселенной в целом К динамическому множеству Взаимно сосуществующих Взаимодействующих сущностей С переменным коэффициентом Нечеткости Принадлежимы мы сами Далее спрашивается Как соотносится нечеткость И запутанность Основной ресурс природы Как утверждают некоторые авторы Как верифицировать Антологическую нечеткость Как ее обнаружить Зафиксировать экспериментально В каких модусах Об осях существования Это возможно сделать И как Какой поставить эксперимент Верифицируем ли фазиверс И в какой мере Можно ли надеяться Что существующие различия Между интерпретациями Квантовой теории Смогут проявиться В будущих экспериментах На общенаучном уровне Существует большое количество Работ В которых используется Нечеткостный подход Или концепт нечеткости Здесь мы ссылаемся На одну из первых работ На русском языке Выполненную в Минске Вятчениным Диссертация 98-го года Проблема нечеткости Как научного концепта Философско-методологический анализ Нечеткие понятия и методы Тем не менее Применяются Во многих разделах физики Возникли специфические Физические понятия Используются понятия нечеткости Нечеткий вакуум Нечеткие дополнительные измерения Нечеткие мембраны Нечеткие сферы Нечеткие монополии И солитоны И другие Структура направлений Исследования Нечеткой физики Образовалась Например В ней можно выделить Нечеткое пространство Время The phase of space time Нечеткая прикладная физика Космология Астрофизика Физика высоких энергий Нечеткий подход Теоретической и метафизической физики В том числе в теории струн Нечеткая философизика Аспекта физики В фазе парадигм Особое направление Нечеткой физики В фазе болс Нечеткая поверхность Черной дыры Предпринимаются попытки С помощью понятия Нечеткости решить Информационный парадокс Черных дыр Наконец, по нечеткой физике Пишутся обзоры Защищаются диссертации Обзор всех вышеперечисленных Источников привезен В книге Фазе верс Ну вот она у меня там лежит на столе Здесь я ее, конечно, Сохладил как слайд Эта книга вышла В семнадцатом году Здесь, в Петербурге Итак, если есть Нечеткая математика И нечеткая физика Спрашивают Почему нет Нечеткой метафизики Это, пожалуй, главный вопрос Который предшествовал Написанию этой книги Конечно, я не один автор Она написана В авторстве Еще трое авторов И есть очень важный консультант Физик-теорик Сергеев Тем не менее После того, как ввели Нечеткость в метафизику Физику и в некоторые другие науки В том числе технические Спрашивается Как ввести нечеткость в метафизику В мироздании Открываемом, продуцированном Современной наукой и практикой Обнаруживаются нечеткие объекты Предметы с нечеткими свойствами Находящиеся в нечетких отношениях С другими сущностями Появляются соответствующие инструменты Математические, концептуальные аппараты Когнитивные средства Как неотъемлемые элементы Факторы современной научной теории практики Наука и практика Столкнулась с нечеткими феноменами Не только в пространственных Но и во временных Причинно-следственных отношениях Это космос Космическое пространство Время-причинность Кауза-хронотоп Выступающая для нас Локально-нелокальным Дискретно-континуальным Сложным элементом Нечеткого, неопределенного множества Это человек С проявляющимися маркерами Его антологической нечеткости Здесь можно сослаться на Канта Который Практическая антропология заметил Что у человека Обширнее всего сфера Смутных представлений Или на Заде Который писал Нам нужен новый комплекс Понятий и методов Которых нечеткость Принимается Как универсальная реальность Человеческого существования Но не только физики Философы Вот эту нечеткость Нашего мироздания Очень хорошо Интуитивно почувствовали Художники Всех временных народов Ну вот например Робинс Заменитая картинка Вакханалия Или Бугеро Сатир и нимфы В этой иллюстрации На мой взгляд Как нельзя лучше Соотносится эстетика Прекрасного и безобразного Без этого Невозможно Понямить феномен человека По сути нечеткий Такие методы Продолжает свою мысль Заде Могут открыть Много новых границ Психологии Социологии Политических науках Философии Истории Физиологии Экономики Лингвистики Атернационных исследований Науки Ими управления И других областях И обеспечить основу Для проектирования Таких частей Разум которых Значительно превосходит То есть искусственный интеллект Которые мы можем Тебе представить Эти рассуждения Второй половины Двадцатого века Можно и нужно продолжить Включая предмет исследования Такие феномены Как Современное общество По сути нечеткое Распыленный этнос Гумилев Народ Культура Виртуальная реальность Распределенный искусственный интеллект Сетевые структуры Информационные воздействия Географическая вселенная И другие В нашем лексиконе Появляются слова В той или иной степени Выражающие нечеткость К примеру Гибридная война Это понятие В последнее время Широко распространилось Применяется В различных сферах Особенно в политической Гибридная война По сути является Войной нечеткой Которая не может быть Идентифицирована Как война Осознанно Понята Вне парадигмы Нечеткости Вне которых Ей не может быть Дано адекватное Противодействие И оказано Соответствующее Ответное воздействие У нечетких Войны и мира В которых мы находимся И образы победы Или соответственно Символы поражения Тоже нечеткие Знамени над Рейхстагом Может не быть Хотя потребность Такая В сознании Все еще есть Антологическая нечеткость А своего рода Структурная Динамическая нечеткость Объективно существующая Она феноменологизируется По разным основаниям Как статическим Результативным состоянием Принадлежности И возможно другим Так и динамическим Процессуальным Фазификацией Дефазификацией И не сводится К нелокальности Нелинейности Несепарабельности Все эти свойства Фиксируются И описываются В терминах Четких множеств Нечеткость фиксируется И описывается В терминах Нечеткой математики Прежде всего Нечеткие множества Нечеткая логика И другие Отчасти Физики Но Нечеткой метафизики Пока нет Мы пытаемся Создать Элемент может Частично присутствовать В какой-то другой Своей части С какой-то Своей частью Не проявившийся Или еще Не осуществленный Здесь и сейчас Отсутствует В этой связи Интерес представляет Идея Сивальникова О промежуточном Модусе существования Об особом монтологическом Статусе Промежуточной реальности Промежуточной Между чистой Потенциальностью И чистой Актуальностью Отталкиваясь От нечеткостной Интерпетации Псифункции И принципа Нечеткой дополнительности Опираясь на исследования Аристотеля Фока можно предложить философское понимание нечеткости как особого модуса существования, промежуточного между чистой потенциальностью и чистой актуальностью. Это новый открывающийся ресурс природы, который может стать гораздо важнее, скажем, железа и оглеводородов. Возможно. Если допустить, что нечеткость является не только маркером, но и фундаментальным ресурсом природы, то спрашивается, как овладеть им? Концепт диполя мироздания даёт нам представление о том, что нечеткому мирозданию фазиверсу соответствует или должен соответствовать нечеткий субъект самопределения и действия. Фазивидум. Тогда я это всё сейчас пропускаю. Здесь в наше время в области искусственного интеллекта специалисты пришли стихийно к нечетким дисциплинарным онтологиям. Почему? Потому что они работают лучше. Это мы пропускаем. Но в основе любой онтологии находится серия теории о категории, которая особую роль играет в всеобщей категории. Система всеобщей категории может стоять в виде категориального графа. Вот здесь спрашиваю, что такое пространство? Вернее, время. Время, онтологическое время, можно определить как меру изменения взаимно сосуществующих сущностей, их свойств и отношений. А пространство, соответственно, как меру устойчивости взаимно сосуществующих сущностей, их свойств и отношений. Так, это сокращаем. Теперь причинность. Причинность как мера взаимодействия сущностей и взаимной обусловленности. фрагмент так, это сокращаем ну, дальше попытаемся ввести нечеткие понятия нечеткие категории, фазе отношения фазе существования, фазе сущности и вот мироздание таким образом метавселенная может быть интерпретирована не только как многомерие, мультиверство бесконечное множество последовательных, параллельных, пресекающихся комбинированных, относительно четких вселенных различных уровней существования феноменализации, ну и как фазиверс представляющий собой нечеткое множество вселенных, взаимно и нечетко проникающих друг в друга, их дополнение теней ну, а эволюция метавселенной, я сказал, как изменение меры нечеткости намечается новая интересная онтология значит, в истории науки и культуры наблюдаются волны фазами которых выступает единая компактное и множественно некомпактное мироздание к историческим вершинам единого миропонимания относятся концепции Патона, Аристотеля, Клафди, Апторемея, Фомы, Аквинского, Гегеля, Энгельса, Циолковского, Фридмана, Иленкова, Бранского и других множественное мироздание представлено в трудах Левкипа, Демокрипта Эпикура, Зардана Бруна Дойча, Тегмарка, Эпштейна и других ну и в завершении здесь вот в библиотеке ссылки и в завершении я позвольте хочу обратиться ко всем присутствующим с приглашением добро пожаловать в нечеткий мир с фазиверсом но каким бы ни был мир единственным или множественным конечным или бесконечным четким или не четким сотворенным или нет и какими бы ни были мы сами основополагающим принципам нашей деятельности полагаю, было и остается героическое творчество борьба за наше мироздание за обеспечение преимуществ существования в нем за возрастание антологического статуса за принадлежность к резисущности и всевозможность Благодарю за внимание Игорь Михайлович, сразу сходу к вопросу можно короткое такое философское определение не нечеткости философское можно быть математическим? философское определение нечеткости находится в благороду в книге файверс переведены более до сухих соотношений то есть в том числе она понимается как размытость например, у философского определения нечеткости он говорит, что значит вот в макромире она как размытость а вот уже в микромире она как безпроизводное движение то есть а сухофское определение нечеткости пока нет пожалуйста два вопроса вот с точки зрения фазиверса как вы объясняете движение электрона который один круг делает в одну сторону а второй круг делает в другую сторону вы знаете, я не думал об этом я думаю, что единственное могу только сосаться на общее положение что нечеткость как полагает Сергеев физик-теоретик он говорит, что нечеткость доминирует в микромире то есть электрон представляет собой нечеткие объекты а какие там детали подробности его движения я об этом подборваться не могу pregunta какие антропности антропного принципа а какие основания? физические? ну кстати сказать антропный принцип не знаю как насчет физических оснований антропных принципов но здесь можно простую схему обозначить которая имеет отношение к этому принципу Мироздание – это дом. Есть понятие жилец и дом, в котором живет этот жилец. Они онтологически связаны. Если мироздание четкое, то и жилец в нем, допустим, человек или субъектом определения действия четкий. А если мироздание нечеткое, то и жилец должен быть, а или может быть есть, нечеткий жилец. И такого жильца мы называем фазивидум. Вот это понятие я обвел под дымовки. Извините, а фазиантропный принцип надо еще разрабатывать, конечно. Будьте добры, объясните, пожалуйста, вопрос четкости и нечеткости с точки зрения цветового диапазона и частотного диапазона цветовой температуры. Вы это рассматривали? Нет, это интересный вопрос, но мы его не рассматриваем. Это ощущение, ну, изучение реальности и ощущение реальности. А касательно ощущения человеческих. Цветовая температура. Да, вот и касательно... То есть это объективная реальность, правильно? Нет, это не столько объективная, это объективно-субъективная реальность. Ну, например, там, 18 градусов, это жарко или холодно, да? Для эскимоса это жарко, а для, например, африканца это холодно. Вот, но хочу заметить, что, в принципе, вот мы живем и знаем, что это такое нечеткость. Содача доклада, чтобы вывести на другой уровень, на английском вообще. Чхурасан, пожалуйста, ваш вопрос. Включите там... Как вы объясните пары, явление пары купер, куперских пар, да? Купер-Пер и тоже эффект Казимира. Две очень узкие, металлические, а... Ну, к сожалению, ничего определенного касательно... Ясно, ясно, ты притягиваешь. Ясно, да. Да, я понял вопрос. Предметы конкретно не рассматривали. Все-таки моя задача, я занимаюсь мирозданием, я об этом диссертацию написал, вот. И наша задача была такое концептуальное обобщение мироздания. А в нем, внутри, очень много конкретных, практических работ, исследований, направлений. Вот, например, эффект Казимира в контексте нечеткостной парадигмы. Это целая статья. Николай Васильевич, пожалуйста. Такой вопрос. Как вы рассматриваете нечеткость при генетическом единстве мира? Есть выражение генетическое единство мира. И в этом случае, как вы рассматриваете нечеткость? Ну, знаете, выражений много. Значит, обладает ли мир генетическим единством в онтологическом смысле? И в каком смысле? Это тоже вопрос открытый. Понимаете? Можно утверждать, выдвигать в качестве тезиса, этот тезис развивать, показывать, доказывать о генетическом... Вот, например, Павленко пишет, что зародыш человеческий в своем развитии проходит тоже от 10, если не ошибаюсь, минус 7 в момент зачатия до... ну, полметра рождается. 54 сантиметра могут мальчики рождаться. Правильно? И то есть в процессе утробы матери у него там тоже наблюдается инфекционная стадия. Уважаемые коллеги, извините, я вас прерыву. Уважаемые коллеги, развивается ли мир по программе... Вау! Коллеги! Я вас попрошу, ну давайте уважать. С точки зрения генетического единства мира. Да, если и мир развивается по программе, то эта программа нечеткая. Вот мой ответ такой. Если нечетко, тогда нечеткое взаимодействие, допустим, с Солнцем и планетой. А оно четкое. Да, но тут степень нечеткости может, как я сказал, либо нарастать и убывать от нуля до единицы. Понимаете? Там, где законы Ньютона, небесная механика, там близко к единице. Скорость вращения Земли принята за эталон времени, даже для атомных часов. Прекрасно. Где здесь нечеткость? Еще раз говорю, здесь нечеткость устремляется к нулю, но до нуля не доходит. Здесь она тоже есть, но пока в нашем масштабе, в котором мы привыкли рассматривать события, она не имеет значения, и поэтому нами не учитывается. Но она там есть, с моей позиции. Пожалуйста, мужчина, да. Нет, нет, это вот за вами, а потом я слежу за очередностью. Пожалуйста. Говорите в микрофон, не слышно. Поближе. Какая банковская сфера. Какая? Банковская сфера. Банковская сфера. Как я могу здесь применить вашу память, это как, теорию нечеткости? То есть я прикажу отчитываться на Локову и говорю, ну я вам, как сказать, отсюда до сюда могу отчитаться, то есть я конкретно не буду с вами работать, отчитываться. Можно ли применить? Будь то, вашу теорию. Я думаю, можно применить, но для этого нужно написать как минимум фундаментальную монографию экономические фазиверсии. Да, и более того, если уже вы коснулись экономического, то вот лично я, почему в чем нет, я отказывался понимать, я не понимал происходящие в мире политические события. Если рассматривать мир политический, политикум, как четкий, но когда я себе стал представлять нечетким политикумом, немногое становится ясным. Коллеги, у меня большая просьба. Представляйтесь, пожалуйста, имя отчества, можно даже пару слов о себе сказать. Пожалуйста, коллеги. Ничего. Феликс Феликс. Феликс Феликс. Очень интересная теория. Но позитив, оно само название очень короткое. Вам бы следовало подзаголовок какой-нибудь, поясняющий суть нашего. Ну, спасибо прямому сведению. Иногда в подзаголовке было в книге фазиверс и другие эвристики современного научного познания. Ну, или нечеткое мироздание. Ну, нечеткое мироздание. Пожалуйста, еще вопросы или ремарки. Ремарки. Чхурасан, пожалуйста. Потом. Сейчас я вам предоставлю. После Чхурасана. Это вопрос. Ваша теория, на основе вероятностной теории, противоречива против теории монотонного увеличения энтропии. Потому что, если есть много версий, и каким видом эти несколько разные версии могут соединяться потом. Можно ли их соединить? Если они не могут соединяться, согласно с маратонного увеличения энтропии, они идут в другую сторону. Все из них идут в другую сторону. И как можно их назвать «виртуальные вершины»? Какие из них «виртуальные» и другие «вырты» и «вырты». Ну, по-английски я вообще практически не понимаю. Но по-русски я понял так, что Вы спрашиваете, возможно ли единство, объединение энтропийных процессов в мироздании. Вот интересно работа Кохмана введения в теории человеческих множеств, где он рассматривает универсальное множество, которое представляет собой четкое подмножество, он подчеркивает, и нечеткое подмножество, которое в сумме дает универсальное множество. Четкое. Но это по Кохмане. Однако этот вопрос нуждается в дальнейшем исследовании. Я воздержусь полностью поддерживать эту концепцию, точку зрения, что они соединятся в универсальное множество или не соединятся. Вопрос открыт. Пожалуйста, представьтесь, пожалуйста. Геннадий Григорьевич. А я, да? Нет, нет, нет. Потом вам. Значит, если мнение не отказывает память, то фон Нейман утверждал, что любое изменение кривизны для описания любого изменения требуется повышение размерности описания. Не следует ли из этого, что неопределенность, нечеткость является просто результатом того, что я использую пространство гораздо меньшей размерности, чем оно существует в реальности. И все. Понял. Спасибо. Интересный вопрос. Но вопрос... Вот книгу писали четыре человека. Мнения разошлись. Я лично считаю, что антологическая нечеткость это особый модус существования. и она не могла... Ну вот не могу... Интуиция какая-то есть у меня философская, понимаете? А можно допустить, что калибровочные теории, подобрать другую размерность, и тогда то, что кажется нам в этом мире или в этой системе координат нечетким, оно в другой системе будет четким. Я реально вас понял? Нет. Не в этом. Это все утро ученые. Вы ответили? Я спросил, вы ответили, я понял, как он уже не станет. Юрий Григорьевич, пожалуйста, ваш вопрос. Кубанов, я, значит, из клуба Максима Григорьевича. Такой вопрос. Существует ли какая-то физическая одна основа для нечеткости? Почему физическую можно ли назвать одну какую-то физическую причинность и вот этой все общей нечеткой? Физическую причину можно назвать? Или как вы скажете? физическую причину нечеткости? А какой? Субъективной или объективной? Любой. я могу предложить предложить, чтобы более конкретно я считаю, что физическая основа нечеткости является вращение. То есть основой всего является вращающийся элемент, как вот говорит, вот он тут говорил, рисовал, вот эту самую кривую. Вот это вращение, причем все разные вращения, когда они накладываются разные вращения, получается вот это нечеткость. Но физическая основа в том, что в основе всего лежит вот такой вращающийся элемент, то есть элемент единого поля, он вращается, это не просто частица, а именно вот такая вращающая. Понятно. Но в данном случае в вашей модели рассматривается движение материальных тел, как я понял, частный случай. Но я говорил о том, что можно выделять экономическую нечеткость, политическую, а физическую основу. Возможно есть физическая основа, но какая она и насколько она физическая? Понимаете? Потому что физические законы это не только это ведь не то о материи спрашиваете, да? Это еще не только то, что есть, но и то, как оно существует, что и как единство, что и как. Потом касательно движения. Знаете, конечно можно рассматривать простейшие случаи, видимо нужно, и по Ристоте так учил, начиная с простого к сложному. Но в мире существуют весьма сложные формы движения. Не только два тела или система тела вокруг общего центра или как-то иначе. Но движения, раньше забыли, спрашивали, различные формы движения мотива. тоже можно оптимизировать в этом контексте. То есть вопрос опять-таки открытый, но он интересен. Является только не физическое, я бы сказал, а какая-то онтологическое движение. Возможно. Ну, а что? А как иначе? подождите одну минутку. Вот сейчас одну минутку. Вот сейчас там надо, пожалуйста, представьтесь, пожалуйста. и так, одну минуточку. Геннадий, пожалуйста, коллега, слушай. Ой, будьте добры, в микрофон либо громче. Не слышно вас. Говоря о нечеткости материального мира, не является ли это результатом искажения в нашем мозгу, нашего мышления, искажения в нашем мышлении. Мы не коснулись здесь вопроса, что в материальном мире есть объекты. Например, есть орбитальная станция и есть космический корабль, который должен состыковаться с этой орбитальной станцией. вспомним и вспомним Раушенбаха, нашего земляка. Когда он действительно рассматривал картины художников прошлого, он изучал и он понял, в чем причина. Это причина умышления человека, искажения пространства умышлений, когда модуль должен стыковаться со станцией орбитальной, а он бац и проходит мимо, он не попадает на станцию. Это искажение пространства в мозгу человека. И Раушенбах таким образом это объяснял. И он знаменитая палочка Раушенбаха, которая вот действительно товарищ очень правильно сказал, что в основе видимо лежит вращение тел вокруг своей оси. Это ключ к пониманию этого эффекта. Когда палочку Раушенбаха разместили на иллюминаторе и когда по тому, как солнце тень создает от палочки Раушенбаха обеспечивали стыков корабля со станцией. Она проходила нормально. Если нет, то корабль пролетает мимо. Американцы пошли другим путем. Они робота сделали. Он просто берет, хватает за шкирку этот модуль, который должен стыковаться и подтягивать к своей станции. То есть это как будто получается, что это нечеткость пространства материального мира. Есть просто искажение в нашем мозгу нашего не представления нашего обозрения пространства. То есть я здесь не на свою теорию какую-то претендую и прочее. я просто вспомнил Равшенбаха и привел его пример его работы. Ну я не знаю это просто как маленькое мое мнение. Я еще напоминаю что время ограничено поэтому прошу вас вопрос концентрированный задавать по существу докладу. Спасибо. Ну Академия Краушенбах великий человек великий ученый но я думаю что в механике небесных полетов нечеткость стремится может быть аксиома да аксиома аксиоматическим или бесконечно приближается к нулю но нуля не достигает понимаете асимптотически асимптотически устремленная к нулю на нуля не достигает вот потому что действительно рассматриваются тела обладающие массой в макромире орбитальные полеты законы Ньютона работают четко в этой сфере четко но еще раз говорю что там какая-то есть остается маленькая неуловимая так сказать поправочка далее ну а если переходить к другим объектам когда взаимодействуют не тела обладающие массой и находящиеся на каких-то расстояниях друг от друга весьма таких макроскопических привычных для нас так а взаимодействуют живые существа обладающие инициативой или люди у которых сознание воля и подсознание бессознательное бывает еще более значимое когда взаимодействуют вот такие сущности то степень нечеткости становится очевидным и я не склонен утверждать что это нечеткость можно и нужно трактовать как неполноту нашего описания неполноту знаний подбирать более полную систему измерений вот я еще раз говорю моя философская моя философская интуиция подталкивает меня к тому что существует антологическая нечеткость 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 Продолжение следует...